Вакулинка Антон Вакулинка Антон Вакулинка Антон Если вы потушите для автомобиля, то он не справится с салоном, который загорелся, и он не справляется с твердыми веществами, но с его помощью вы практически мгновенно потушите подкапотные части автомобиля. И еще, когда из него тушишь пожар, нужно обязательно одевать перчатки, потому что эта углекислота, которая переходит в снегообразное состояние, может попасть на руки, и вы получите очень сильные ожоги, которые впоследствии придется долго лечить. Таким опасностям вас не подвергнет огнетушитель порошковый, более того, ему под силу устранение четырех классов пожара. Есть огнетушитель водный, где приведен принцип тонко распаленной водой. Тушит все что угодно, дерево, бумагу, ткани, пластик из твердых веществ, все что угодно. Все вода там белая, и все думают, что это не вода, а какое-то жидкое мыло. Но в этом огнетушителе 90% обычной воды. Чтобы запустить огнетушитель, нужно направить цитнитную трубку огнетушителя на огонь, выдернуть чеку-предохранитель и нажать на рычаг. Порошок пена или горючий газ или вода вырвется наружу и потушит пожар. Но это должны делать только взрослые. Мало ли что, дети могут не понимать и случайно нальют себе на лицо этой пеной или еще чего-то. Теперь перейдем к автомобильным огнетушителям. Автомобильные огнетушители подойдут только класса Б. Класса А для автомобилей недостаточно. Таким можно залить разве что бумагу. Для автомобилей подойдут только два вида огнетушителя. Порошковый и углекислотный. Есть еще хладуновый, но они запрещены. Потому что токсично они вредят озоновому слою. Это просто пшикалщие баллончики, из которых выливается специальный газ. У нас есть такой огнетушитель, но его нельзя использовать. Глобальное потепление от этого не наступит, но все равно. На этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, жмите поделиться. Пишите добрые комментарии. Завтра будет еще один видеоролик из сериала «Цикл интересных лекций» с другой темой. До свидания. С вами разговаривал Антон Вакуленко. С вами был Игорь Негода.